Всем здарова, дорогие друзья! С вами, как всегда, Ник. Мы продолжаем играть с вами в различные андроид-игрушки и возвращаемся в Mortal Kombat Mobile. И сегодня мы постараемся с вами допройти башню ужаса. Но нам нужно будет взять, поменять таланты. Но пока что я не буду этого делать. Пока что мне надо снести здоровье Фредди, чтобы мои таланты на бруталку стали уже работать. Иммунитет для Тинаморона по времени разрушающиеся воскрешения. Давайте пока подамажим немного наших противников, а дальше уже посмотрим, как нам переделать таланты под бруталити, если чё. То есть мы заменим один всего лишь навык. Это навык на бруталки. И постараемся просто забруталить нашего Фредди. Как-то так. Но пока что нам... Мы не будем менять метку, потому что метка позволяет увеличивать урон на 5%. Поэтому пока здоровье мы посносим нашему Фредди Крюгеру через метку именно. Почему на меня всё время Кошмар активизируется? У него же нет перчатки. Почему бедный Скорпиончик всегда у меня страдает? Так, окей. Видите, я наношу ему очень мало урона. И здесь уже стоит использовать... Как раз таки я забыл снарягу надеть. Я реально забыл снарягу надеть. Это сейчас была ошибка. Я забыл в начале башни надеть снарягу на своих героев. Так, ну у них у всех одинаковое снаряжение, поэтому... Удивляться, почему что-либо срабатывать не стоит. Блин, вот сейчас эта снаряга, она может мне заруинить попытку. Я, конечно, ещё не проиграл, но я уже потерял... Всякие там щиты свои и так далее. Ну мне придётся бить щит рентгеном. Чтобы сэкономить время. Иначе, если я буду выжидать момент, я просто... Ну, когда у него не будет щита. Не факт, что я его дождусь, и... Он сменится уже к тому моменту. Поэтому нанесу сколько нанесётся. Пускай это и очень маленькая сумма урона. Естественно, сэпэ бить я не буду. Хотя, блин, надо было, наверное, всё-таки подождать. И всё-таки выбрать момент для... Фэтл Блоу. Против Джейсона-то. Блин, ну вот, конечно, то, что я всрал сейчас снарягу, это не очень хорошо. Так, будем выжидать сейчас момент для... Так, у него сейчас снова сработает щит. Нет смысла сейчас юзать пока спецприём. Блин, вот здесь я пропустил удар, конечно, не очень хорошо получилось. Давайте я хотя бы на кожаное лицо использую второй спецприём. Это все из-за снаряги. Я пропустил несколько ударов от Джейсона именно за счёт своей дурацкой снаряги. Давайте я позову здесь кожаное лицо. Ой, кто ты? Кожаное лицо. Саб-зиро. И... Попытаюсь его немного истощить. Конечно, я потерял не очень много урона благодаря... Благодаря этому мисплею своему. Но, тем не менее, я поставил к Скорпиону завершающий комбо-удар дополнительный, который, по сути, уже фигово играет. И не даёт мне в некоторых ситуациях... О, лицо бихания. Здравствуйте. Просто второе слияние за поражение в 200-м бою. Так, давай-ка сюда мы тогда загрузим предустановочку. Башня Кошмаров Ребилд 3. Хотя здесь, наверное, не Ребилд 3, здесь нужен Ребилд 2. Потому что всё-таки Кольцо Синдал не работает. И нам нужно поставить тогда, получается, сейчас... Либо Молот Гнева. Может, мне Молот Гнева поставить, я вот думаю. Что, по сути, сильнее усилит мою атаку? Давайте проверим. Значит... Это... Считалочка или коллекция трофеев у нас увеличивает урон на 17 и на 10 увеличение урона, плюс бонус к урону от критического удара 20%. А если я поставлю Молот Гнева, то мы получим с вами... Так, где он... Где он находится-то вообще? То мы получим 1 очко начальной силы и 20% бонуса к атаке. 20. То есть, по сути, больше. Ещё и повышение шанса критического удара. Но, возможно, стоит здесь... 24 и 48 к здоровью. 24. Но, блин, здоровьем жертвовать придётся. А, давайте попробуем пожертвовать здоровьем. Заменяем Кольцо Синдал на Молот Гнева. И ещё хотелось бы, конечно же, заменить некоторые снаряжения на... А, всё, в принципе. Можно на джейт только ещё поставить этот... Хотя, блин, мне надо на джейт пробой блока какой-нибудь поставить, чтобы я мог использовать эти... Добивающие кумбоудары. Поэтому я, наверное, поставлю на всякий случай револьверы вместо считалочки. Ибо чем чёрт не шутит. И поехали с вами драться против боссов. Но это на будущее я уже сделал, по большей части. Но поехали. Сейчас, возможно, наш урон возрастёт, потому что мы будем использовать с вами... Эти... Более сильное увеличение урона, но мы будем более хиленькими с вами по здоровью. Ну и посмотрим, удастся ли побольше сносить урона сейчас. Если нет, то обратно можно будет поменять на башенное снаряжение. Как бы, тут не вопрос. По-моему, урон немножечко возрос. Теперь я хотя бы наношу хоть сколько-то урона по противнику. Раньше-то я вообще его по 3000 дамаживал, а сейчас будут постоянно криты выскакивать. Так что, возможно, так даже будет попроще нам пройти. Удастся, оцените, урон гораздо увеличился. Стоило изначально против боссов брать молот гнева, а не снарягу из башни, собственно... Ужаса! Эээ... Кошмарной, кошмарной башни. Потому что, ну, она просто лучше снаряга, именно эпическая молот гнева. Так, хорошо. Добиваем с вами Фредди через, получается... Блин, я уже мог, по сути, его забруталить в этом матче. Надо... Одеть эту снарягу... На следующий бой уж точно. Я мог даже в этом бою уже, по сути, бруталку против Фредди заюзать. Но что-то пошло не так. Так, окей. Так, 78. Возможно, можно и через метку пройти, судя по тому, что урон теперь хотя бы вливается. То есть, можно теоретически пройти через метку. Но не проще ли расправиться с противником именно через бруталити? Удивительно, что он сейчас успел заблокировать мою атаку. Так, на, получай, расписывайся. Можно и через метку пройти. То есть, не использовать бруталку, а пройти чисто через метку. Реально. Ну и попробуем заюзать сейчас второй спецприем. Может быть, мы вынесем Фредди? Не, нифига подобного. Проблема в том, что он может воскреснуть сейчас, понимаете? Я ему слишком мало здоровья оставил. Это ошибка с моей стороны. И, как бы, сейчас бруталка уже будет не очень. Да, сейчас надо, по сути, пытаться активировать метку. Хотя, возможно, я смогу его и бруталкой добить, если у него... Если он выдержит урон от этой бруталки. Вот в чем сложность это, по сути. Можно попробовать... Ладно, давайте я рискну. Я не знаю, я попробую без бруталки сыграть. И попробовать вынести Фредди без бруталити. Хоть я понимаю, что это достаточно такой мазохизм. Но если метка сработает хотя бы за одно, за два комбо. А у него именно здоровье осталось на одно или на два комбо. Максимум. И он не воскреснет. То у нас будет какой-то, я не знаю, хотя бы шанс пройти его побыстрее. Но если он воскреснет, это будет эпик фейл, конечно. Это будет просто слитая одна из попыток. Надо было оставить ему низкий показатель здоровья. Но не настолько низкий показатель здоровья. Ну да, конечно. Вот о чем я и говорил, как бы. Еще этот дурацкий эффект нанесся этого. Как его? Дурацкий пассивный эффект Фредди Крюгера, который меня сейчас будет очень сильно раздражать этим звуком. И этим мельканием по экрану. Я хочу уже поскорее разобраться с Фредди. Есть, конечно, шанс его сейчас завалить за это время. Если мы его не отпустим. Но если отпустим, то, конечно, будет не очень круто. Блин, вот эти мелькания на экране и этот звук очень сильно раздражают, на самом деле. У меня эпилепсия сейчас будет. Будет разовьется. Так. Пытаемся активировать метку смерти на Фредди. Так. Отлично. Метка смерти есть. И мы пытаемся сейчас набивать с вами стаки на метку смерти. Потому что нам понадобится несколько меток смерти. Да ты издеваешься, что ли? Чего же она не работает-то никак? Я тупо один раз на него ее поставил и все. Она перестала работать. Наконец-то она снова активизировалась. Но этого мне мало. Мне надо еще одну. Блин, вот сейчас опять может возникнуть та же самая ситуация, как в прошлый раз. Я могу его не добить за 43 секунды. И мне потом придется, опять же, с одного-двух комбо его выносить. Возможно, стоит его сейчас отпустить. И пусть следующий идет. Давайте мы его отпустим, наверное, тогда. Да ты задрал. Он еще и нагадил перед тем, как убежать. Вот же засранец, конечно. Можно мне, чтобы щит у него пропал, если вы не против? Нет, нельзя, да? Ну ладно, понимаю. А, ну иди сюда, конечно. И теперь нужно вкачивать талант на бруталку и пытаться пройти через бруталити. Давайте я это и сделаю, собственно. Надо только сейчас закончить матч. Еще пару ударов нанесем. Окей. Наверное, за кадром прокачаю талант уже, чтобы вам особо не тратить время. За кадром прокачаю талант. Все, что изменю, это просто метку поменяю на бруталити. И как бы все на этом. Только один талант изменен. Так, ну, собственно, я прокачал таланты. И теперь нам все, что остается, это на нашего скорпиона одеть непосредственно брутальную снарягу. Как-то так. Я, наверное, оставлю молот гнева. То есть, опять же, пожертвую вот этой штукой. Но надену брутальную снарягу вторую. А, мне нужно не одну надеть. Мне нужно две надеть. Тогда, видимо, придется жертвовать либо шлемом шелкана, либо молотом гнева. Но шлем не дает бонуса к атаке. Поэтому, наверное, стоит шлемом все-таки пожертвовать. Тем более, это броня. От молота неохота избавляться. Поэтому я, наверное, все-таки поставлю вместо семейных инструментов. И вместо, получается... Так, где мой пик? Я не понял. И вместо шлема шелкана поставлю следующие предметы. Как-то так у нас будет выглядеть с вами. Штука-дрюка. И мы отправляемся с вами на следующий бой. А сейчас мы точно с вами, скорее всего... Ну, не точно, а скорее всего, убьем с вами Фредди Крюгера. Ну, конечно, я протупил в первом матче с Фредди. Я просто не ожидал, что я за одну попытку смогу его так сильно раздамажить и довести до минимального здоровья аж до того момента, что он воскреснет. И пришлось тратить еще одну попытку. То есть, одну попытку, грубо говоря, я просто слил из-за того, что не рассчитал свои силы. Надо было сразу бруталку прокачивать еще перед последним боем. Я бы его уже убил тысячу раз, этого Фредди. Так, ну поехали. Нам надо сейчас, в принципе, просто его добить. И сжигаем Фредди. Отлично, минус один. Ну, а мы начинаем избивать... ...следующего противника. Возможно, уже стоит снова вкачать метку смерти, но... ...я думаю, это... ...лишним будет, наверное, все-таки. Люблю, когда не срабатывает огонь, когда этого не надо. Так, пошел первые тычки первым спецприемом. О, пробитие блока. Нормально. Не пробитие блока, точнее, а... ...это... ...кость, в общем-то. Минус в том, что у нас очень много урона теряется без метки смерти, потому что метка смерти дает все-таки... ...какое-никакое увеличение урона, так мы долбим противников очень долго. Это из минусов, конечно. Даже несмотря на то, что у нас имеется там... ...вот именно молот гнева, который увеличивает, по сути, наш урон. Критический урон. Шанс на критический удар, скажем так. И при этом еще и сам урон повышает. Но все-таки, лишаясь одного из предметов башни... ...брав вместо него бруталку... ...наш урон значительно режется, скажем так. Ну ладно, будем, наверное, все равно тыкаться так, потому что... ...я не вижу особого смысла... ...эээ... ...как сказать... ...менять каждый раз таланты и тратить души лишние. Во время, кстати, вот этого дыхания они могут вполне легко смениться. Поэтому надо быть аккуратнее с этим. Так, сжигаем немножко нашего Джейсона. Против него нельзя использовать никакие спецприемы, кроме рентгенов. Давайте используем рентген под конец. Все-таки не удалось мне подловить его на моменте, когда с него спадет щит. Слишком часто вылетают смертельные удары. Поэтому используем сейчас, пока есть возможность. Да, и поражение у нас еще одно. Урона не хватает. Урона очень сильно не хватает сейчас, без метки. Не так много мы наносим урона базовыми атаками. Возможно, стоит опять же сменить на метку, а потом снова заменить. Но это очень долго. Я не хочу этим заниматься. Поэтому мы будем так пытаться пробить боссов. Последняя попытка в этой... Трай... В этом трай... Не в трай вообще за видео, а в трай на 5 побед. Ну, поехали разбираться, что я могу сказать. Разбираться с нашими соперниками. И мы тебе длительному урону, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Я вас понял. Поехали уже. С Джейсоном сейчас будет не очень приятно, потому что мы еще не притеснили его к стенке. Мы не сможем его бесконечно бить базовыми атаками. Придется именно его теснить сначала к стенке. Мне везет, что срабатывает дополнительный особый спецприем три раза подряд. Он позволяет нам все сильнее и сильнее теснить Джейсона к стене. Так, кожаное лицо у нас уже около стены. Это хорошо, в принципе. Да блин, да что ж ты проводишь этот удар-то постоянно? Я не могу из-за него закомбить свой удар с первым спецприемом. Да ты задрал! Ну, сколько раз подряд можно это делать? Ты можешь его просто ударить? Спасибо. Вот теперь можно, конечно, уже через первый спецприема пронести немножко дэмэджа. Ой, дэмэдж, конечно, очень мизерный. Это да. Ничего не поделаешь. Очень сильно теряется урон из-за щитов и из-за отсутствия метки смерти. Я уже столько урона пропустил, игнорируя первый спец. А, можно использовать! Я думал, нельзя. Я думал, он заблокирует. Блин, здесь надо было вторым жахнуть, потому что у него щит спал. Ну ладно. Как получилось, так уж и получилось. Блин, как же мало урона я все-таки наношу. Это просто ужас. Надо постоянно спамить первыми спецприемами по возможности. Чтоб хоть какой-то урон вливать, первый спецприем хотя бы урон наносит, в отличие от базовых атак. Нет, фукс, слава богу, я сейчас чуть было не использовал первый спецприем. Это была бы большая ошибка. Блин, ну это будет долго, да. Мне бы на какой-нибудь там фэттлблоу сейчас накопить и вынести Джейсона через фэттлблоу. Не вынести, а нанести урон. Хотя бы хоть какой-то ощутимый урон. Именно удар еще пришелся вне щита, поэтому урон хоть какой-то будет сейчас. Да, 240 тысяч более-менее меня более-менее устраивает. Фух, слава богу, он не успел использовать спецприем, хотя без разницы по сути. Чтоб он там мне сейчас нанес, убил бы он меня или нет, все равно 2 секунды до конца матча. Первые 5 попыток у нас с вами потрачены, забираем хил на Люкана. Сколько мы уже попыток на них с вами потратили? 6, наверное, да, получается? Здесь наверняка будет новый рекорд по попыткам. У нас было максимум 7 попыток на босса. О, скупите и соедините карту поддержки, окей. А мы отправляемся с вами в следующий бой. Возможно, в этом бою у нас уже получится забруталить второго пьеса. Может и не получится, в зависимости от того, будет ли меняться Джейсон. Но в следующем матче, я думаю, уже точно у нас проведется бруталка против Джейсона. Так что мы медленно, но верно, выходим с вами на финишную прямую. Сейчас будет 7 попытка уже получается в этой башне. Одна была в предыдущем видео, и здесь 5 еще. И это вот идет 6, ой, 7 уже попытка. Иммунитеты, бла-бла-бла, я вас понял. Так, давайте мы избавимся, собственно, от... Минус в том, что я не могу использовать спецприемы против Джейсона. Мне приходится ему сносить здоровье обычными комбо-ударами. И я буду надеяться, что он сейчас еще не будет меняться. Почти оттеснил его к стене, но он сейчас может смениться. Да, вот в чем я и говорил, в чем минус. Давайте использовать первые спецприемы по возможности. Чтобы дамажить хоть как-то наше кожаное лицо. Джейсона, конечно, в эту попытку мы все-таки не добили, но нам все равно надо сносить здоровье кожному лицу, так или иначе. Вот эта вот анимация, она очень долгая, и она очень много теряется урона из-за нее. Опять же, первый спецприем полетел. Спецприемы отключаем сопернику. И продолжаем потихонечку дамажить наше кожаное лицо. Не везет мне, конечно, что Джейсон слишком быстро сменяется, и что против него постоянно работают вот эти отталкивающие удары. То есть, с одной стороны, это вроде бы хорошо, а с другой стороны, это немножечко... Ну, кстати, сейчас неплохо урона ему влил на 66 тысяч. Но после этого сразу же активизировался щит, ибо этот удар был смертельным. Так, что-то я плохо попал сейчас первым спецприемом, конечно. Ну, ладно. Так, надо внести как можно больше урона по нашему Джейсону. И я рискну, попробую попасть по нему вторым. Ну да, этого стоило ожидать. Но, тем не менее, все равно это был уже конец матча, и все равно обычными ударами он вряд ли смог бы пронести за эти пару секунд больше урона. Поэтому, в принципе, ничего страшного. Поехали дальше с вами. Семь попыток уже есть. Сейчас пойдет восьмая. Да, что-то долговато мы это проходим, конечно. Но ничего не поделаешь. Поехали дальше. Поехали дальше. Удает и так далее. Если повезет, за этот трайс можем сейчас пройти босса. Если очень повезет. Но, скорее всего, понадобится еще одна попытка. То есть, всего 9 уйдет в итоге. Урон, конечно, вообще мизерный проходит по противнику. Это прям ужас. Не бы просто зажать его у стены, я смогу его бесконечно практически избивать. До того, как он сменится, надо бы его зажать у стены. Отлично. Повезло. Можно ты будешь бить не этим ударом, пожалуйста, чувак? Пошел рентген. Хоть какой-то урон нанесем Джейсону. Если он сейчас не сменится, будет вообще идеально, на самом деле. Если он не успеет это сделать. Хоть. Хорошо. Он сейчас сменится. Он слишком далеко от меня находится. Хотя. Нет. Он точно сейчас сменится. Он сейчас использует первый спецприем и сразу же поменяется. Отстой какой. Так. Давайте отменим здесь удар и проведем первый спецприем. Блин, еще минус в том, что я его фатальным спецприемом, я его оттолкнул от себя. Ну да, с этой попытки у нас вряд ли получится пройти, конечно. Но я старался. В итоге, получается, мы потратили на босса в порядка девяти попыток, да? То есть это восьмая уже получается. О, я могу попытаться забруталить сейчас его. У меня сорок секунд, в принципе, этого будет достаточно, я думаю. Главное, чтобы прошли эти неблокируемые удары. Блин, ну я думал, сейчас уже будет бруталка, но нет, оказывается. Давай, добей его. А что ж ты будешь делать? Чего у него так много здоровья? Ну да, да уже должна была сработать, но у него меньше двадцати пяти процентов. Ну вы чё, издеваетесь? Наконец-то. Наконец-то мы добиваем с вами Джейсона. Давайте вольём ещё рентген-атаку по противнику. Она хотя бы сильно дамажит. Во время первого или второго спецприёма может сработать щит, поэтому я нанесу именно частичный урон, то есть единичный, так сказать. Блин, почти забил его за одну попытку. Немножко мне не хватило урона. Ну и используем второй спецприём за Джейс. Наносим хоть какой-то урон в конце матча. Так, ну и всё, что нам осталось, это добить сейчас босса за... Да-да-да-да-да, вот это вот кожаное лицо. Забавная, кстати, стойка. Окей. И у нас, собственно, последняя девятая попытка. Я думаю, в следующих уже попытках с эпической снарягой будет гораздо всё проще. Я думаю, эпик даёт гораздо больше прирост к урону, чем молот гнева, поэтому... И посмотрим, кстати, какой нам вообще эпик выпадет. Поехали, следующий матч. Я вообще надеюсь, что мне выпадет эпик на увеличение урона. Именно в башне. Хотя, я думаю, все эпики должны увеличивать урона. Так или иначе, хоть на сколько-то. Ну что ж, последняя девятая попытка на этот бой. Я понимаю, что если бы я выбрал там Джонни Кейджа, мне было бы гораздо проще, но... Я всё-таки прохожу... Эээ... Этот... За Скорпиона. МК-11. А он постоянно активирует щиты противнику. Возможно, стоило прокачать стойку кабана, то есть там 30% шанс, по-моему, активировать пробой блока. Ой, эээ... Повесить анти-пробивание щитов. Блин, здесь же можно использовать спецприёмы, я чё-то этим не пользуюсь. Ну, а скорее всего, это будет финальная попытка у нас. Я надеюсь, по крайней мере. Хотя уже кожаное лицо ужаса достаточно сложно пробивать именно спецприёмами и просто наносить ему урон. Он почему-то самый толстый из всей троицы. Ну, я думаю, я успею нанести ему... Снести ему до 25% здоровья в проц... Здоровье до 25% И непосредственно добить. Возможно, стоило убрать бруталку с Скорпиона и бруталки проводить за Джейк, либо за МК-11 Саб-0, но... Я уж решил за Скорпиона покончить с противником. И добиваем, собственно, через бруталити кожаное лицо. Как-то так. Изи, блин, пройдено всё, наконец-то. Господи, это было долго. Это реально было долго. Ну, хотя бы не больше 15 попыток я потратил, что уже неплохо. 9 попыток всего. Ну, и башня у нас пройдена. А теперь давайте получать награды и смотреть, чё нам за эпик выпадет. И чё за алмазная карточка. Это будет, наверное, кожаное лицо, мне кажется. Так, истязатель бихания. Опять вероятности смертельного удара. Кстати, это не очень хорошо. 10% уменьшение расхода на силы на все спецприёмы. И 150% увеличение урона для Кошмарной Башни. Кстати, у меня есть же теперь и маска бихания, и истязатель бихания. То есть, по сути, я могу уже рентгены проводить. Против... Чё не рентгены, а бруталити за Нуба Сайбота. Вы прикиньте? Ну, окей, хорошо. Так, чё тут у нас за... Сайбот получает 40% вероятности выполнить особый завершающий комбоудар, который уносит огромный урон. Есть последний противник у меня ниже 20... Ну да, окей, то же самое, как и для всех персов с бруталкой. Окей. Меня, в принципе, более чем устраивает данная эта штука. И ужасов Рэдди Крюгер, окей, не вопрос. Ну, а я хотел Джейсона, конечно, больше, потому что Джейсон у меня нулевого слияния, хочу его хотя бы немножко прокачать. Ну, и на этом башня у нас пройдена. Это у нас будет, получается, последнее видео по башне. Ну, может быть, я ещё запишу там уже битвы вот именно с последними боссами с новой снарягой, которую я выбил в башне и выбью впоследствии в этой башне. Ну, на этом я буду пока заканчивать. Так что огромное вам спасибо за просмотр. Башня у нас пройдена. А с вами был Ник. Удачи, до скорых встреч, и мы ещё увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok